Сейчас, секунду. Всем привет. Сегодня 2 апреля. Тема нашего сегодняшнего лайва это анонс мероприятия, который будет проходить в первую неделю, первую субботу июня. Это 2-й 06-й 18-го. Тема будем разбирать, я не знаю, по косточкам PPC. Самые наши, я не знаю, известные, самые крутые наши PPC-шники согласились на это участие. И самим, я думаю, по кайфу будет между собой пообщаться. И обменяться информацией, новинками. Там кто-то куда-то ездил, с кем-то общался, что-то читал. То есть такой интересный формат. Многие уже у нас были на этих встречах. Встречи проходили по-разному. Уровень постепенно стараемся поднять, потому что учимся также. В любом случае, последний раз был неплохой. В этот раз будет уже встреча, тематическая встреча с программой, то есть определенными вещами. Сейчас ребята расскажут, что, в принципе, мы хотим дать, рассказать, в каком формате. Кто первый начнет? Кто больше всех проводил? Думаю, Саша у нас. Давай, Саша. Прости, Саша. Так вы меня так в расплох здесь. Ну, давай, я сейчас что-нибудь расскажу, а ты пока. Что мы можем рассказать, и о чем мы можем поведать? В принципе, о том, какая роль Amazon PPC, я всегда говорил, это самый первый, самый белый способ разгона товаров на Амазоне. Он не единственный, но он самый белый. То есть, Амазон его для этого, собственно, и сделал. И я думаю, что мы с ребятами расскажем о том, почему он может считаться самым белым, и почему именно Амазон, мы считаем, я, например, считаю, что Амазон специально его для этого сделал. То есть, там есть определенные показатели, почему можно так считать. Собственно, это если вкратце. Очень белый способ, и классно еще работать вместе с любыми другими черными способами. Это, конечно. Дело в том, что наша задача рассказать, как идеально использовать PPC, даже если вы используете черные способы. Потому что PPC у меня будет очень крутой кейс, ну, в общем-то, мой собственный. Я выгрузил информацию прошлогоднюю из приложения и сравнил с этим годом. То есть, я вот год использовал приложение стороннее для того, чтобы резать негативы, менять ставки. И там очень сильно отличаются цифры и результаты прошлого года, и этого года. Я покажу эти данные. А в чем... У меня есть результаты. В чем? В оптимизации. То есть, вот расходов в прошлом году было там 30 тысяч в месяц, в этом году тоже 30 тысяч в месяц, только перед там еще на разы. Ну, это на такие... На тот же листин, кем я набрался? Нет, это на все товары. Это по моему аккаунту. А ты, Сережа, ты считаешь объемы соотношения рекламных к нерекламных? Да, да, конечно. Ну, и в этом... Оно, наверное, и поменялось, да? Я поотвечаю на все эти вопросы, да. То есть, я, честно, не готовился еще пока рано. Ну, понятно, мы только сегодня как все договорились. Да, но... Дело в том, что произошел вот такой, ну, капитальный рост всего и продаж по рекламе, и продаж в целом. И есть масса причин тому, то есть, чем поделиться по поводу рекламы. Плюс я провел уже определенное, как и все, как и мои коллеги, обучение. Я постоянно там выискиваю какие-то новые способы и пытаюсь дать совет, если даже не понимаю вообще, куда двигаться, там, например, не знаю, даже в кабелях для айфонов есть возможность оптимизироваться. Точнее, наверное, в первую очередь и можно. Хоть рынок очень плотный, конкуренция, ну, выше, выше максимально, я бы сказал. Но так или иначе, я видел аккаунты по айфон-кабелям, где люди совершенно не обращали внимания на то, куда они сливают свой трак. Плюс работа с автоматом, это тоже очень важный момент, когда ты анализируешь количество своих асинов, вражеских, как я их называю, и там принимаешь решение, что автомат уже себя изжил и можно его прикрывать, больше лить, афигать через мануальную кампанию. Плюс мы сейчас изучаем, я с коллегой изучаю АМС-площадку, мы запустили тестово 6 человек или 7 человек на мой аккаунт ОМС. Мы рекламируемся непосредственно у конкурентов. Есть офигенные результаты, это когда мы ложку продаем в тракторах, то есть люди заходят на листинг с трактором, а покупают нашу ложечку. Тут не связанные ниши друг с другом, и при этом оквозы там не выше 25%. Что нас очень удивляет, поэтому пока это все пилотный проект на АПЛ месяц. Как раз два месяца на тест, это нормально, мне кажется. Будет что-то рассказать про АМС? Кстати, Денис один из участников этого пилотного проекта. Как обычно, везде я. Да, как обычно. Денис есть везде, да. Пока что вроде как нравится, но будет больше данных, будет что рассказать. Еще скажу, что я не любитель там рисовать какие-то графики, делать презентации и так далее. Я очень люблю рассказывать наживо, вся, мало готовлюсь, но так иначе я постараюсь собрать какие-то там скриншоты и структурировать немного. Саша меня подстегнул сегодня, структурировать свой рассказ, поэтому если кто-то соберет там общие вопросы ко всем нам или к каждому спикеру по отдельности, то я с удовольствием там подготовлю. Ну подготовлю, я в любом случае дам объявление, да, чтобы подготовить именно вопросы конкретные, потому что у нас на данный момент получается три спикера по PPC, мы разделим это время, прикинем по времени и хотелось бы все-таки реально посадить всех троих, то есть чтобы все вместе отвечали на вопросы, не чтобы каждой по отдельности, вот, а чтобы всех троих посадить, хотя, ну подумай над форматом, просто хотелось бы максимально раскрыть тему. Круглого стола после доклада нормально. Да, да, то есть максимально наша задача максимально раскрыть тему, это могут сделать только те люди, которые хорошо, классно разбираются в рекламе, то есть задать вопросы могут реально компетентные люди. Вот, ну постараемся вот это все раскачать, потому что доклад докладом, ну у всех своя боль, у всех свои проблемы, у кого-то проблемы, что там не знают как стартовать, у кого-то проблемы не знают как выйти на какой-то новый уровень, то есть нужны идеи, по большому счету, многим нужны идеи кому-то решать проблемы, то есть с этим мы будем работать. Я думаю, вот этой командой ребят мы максимально раскроем эту тематику, плюс постараемся создать максимально удобные условия, формат будет мероприятие наш достаточно, мне кажется, интересный, то есть мы будем начинать примерно в 10-11 утра и до самого вечера, то есть до 7, наверное, там посмотрим по времени, насколько нам зал надо будет снимать, зал снимем хороший, то есть профессиональный, нормальный, чтобы никаких вопросов не было и, соответственно, после этого, после этого отправимся уже куда-то в ресторан, то есть кто захочет, естественно, кому надо будет улететь, как часто бывает, что люди там рассчитали свое время, не хотят в гостинице, там оставаться, там и так далее, вот, может спокойно сесть на самолет и улететь, потому что будет вопрос-ответ на самом мероприятии, но, естественно, личное общение и такое максимально глубокое погружение будет уже вечером, это уже кому там, ну, кому автопати для меня, это опять приятное общение и знакомство с новыми людьми и за это, я не знаю, автопати, мне кажется, это чуть-чуть другое, в принципе, мы ночуем там, остаемся и уже улетаем кто-то там вечером, кто-то днем, то есть еще, в принципе, я думаю, ребята могут и с кем-то лично, кому интересно будет встретиться в нормальных условиях там на следующий день, то есть мы в любом случае будем это все планировать, вот, вот, в принципе, формат такой, достаточно демократичный, мне кажется, очень оптимальный для основной массы людей, которые не живут в той же Москве, вот, то есть вот такая вот история. Так, если есть... Я еще просто презентуюсь. Да, да, точно. Про тебя забыли все, ты там спрятался, я ему. Да, я тут сижу, слушаю, что ребята рассказывают, вот, ну, что я, я буду как рассказывать, ну, я, если кто был уже на моих планах, я в основном, такой именно какой-то первичной теории не даю, я в основном стараюсь какие-то новые фишки давать именно, которые мы там нашли. У нас большой полигон, где мы проверяем всю информацию, у нас есть, кто знает, с Русланом, ну, вот мы с Русланом и с Денисом вот этот проект, который по партнерке под процент, ведем у нас, вот сколько там, 50, по-моему, аккаунтов, где-то, ну, точнее, листингов, вот, мы ведем, у нас большие полигоны, вот мы недавно тестировали новые фишки, которые мы открыли, мы нигде не слышали, хоть мы проходили курсы Брайана, этот, когда, ну, вот я нигде в интернете не слышал тех вещей, которые мы затеяли. Мы нашли там эти штуки, потом взяли 20 аккаунтов, мы не затестили и там через 2 месяца мы нашли, мы открыли для себя прикольную штуку, которую никто нигде не слышал, ну, я не слышал, по крайней мере, я постоянно мы мониторим эту штуку, вот. И в основном я хотел построить свое выступление в плане вот вопрос-ответ, я не люблю вот это лить воды, я считаю, что PPC можно рассказать там без всяких презентаций, без аккаунтов, чтобы показывать прямо на аккаунтах руками, все можно рассказать там, ну, очень близко, теория. Это важно, потом, именно в таком формате именно выступления, я считаю, что важнее всего отвечать на конкретные вопросы, которые будут именно точечной задачей, потому что на паттсах показывать PPC, это, я не знаю, это, поэтому я буду более такой, например, все рассказывать, отвечать на вопросы, вот, и я вижу так. согласен, практика показывает, за час, ну, за полтора хорошо рассказываешь все по PPC, даже теорию, там, с нуля запуске и так далее, а потом, после этих полутора часов, ну, минимум, три часа, сколько есть сил, тебя будут мучить с вопросами. Да, потому что я не знаю, я не вижу вообще, что вам рассказывать, у меня вообще, в принципе, моя позиция и по Амазону можно все рассказать, там, за 3-4 часа, а все остальные детали тоже. Ну, это еще зависит от того, уровень какой будет, то есть, если, да, продвинутый будет, то есть, на PPC никто не придет, просто. Да, то есть, если люди знают, что это такое, то на PPC ходят те, кто уже, как бы... Да, да, то есть, я в этом отношении сомневаюсь, то есть, это однозначно, должны приходить специалисты, у которых есть понимание, что такое PPC, никто не будет рассказывать про матч-тайпы, про, там, я не знаю, что такое Брод, что такое PPC, в принципе, как там автомат настроить, то есть, это вообще не будет. Такое можно поверхностное рассказать обязательно, потому что, ну, мало напомнить. Ну, это скорее будет боком зацеплено и все, если где-то придется о этом вспомнить. Смысл, смысл один, да, смысл один, это действительно раскрыть максимально тему, раскрыть максимально тренды, куда все идет, как изменять PPC, там, про тот же EMS рассказать, то есть, куда можно двигаться дальше, то есть, какой у нас, в принципе, горизонт, так скажем, инвестиций, горизонт наших действий на ближайший год хотя бы, то есть, как это все там, вот та же новая услуга, например, то есть, через определенные аккаунты прогонять через EMS, то есть, вот два месяца сейчас потестируем, уже будет статистика. Сергей, расскажи, чем вот хорош, например, EMS вот это вот, почему туда залезли? Многие не слыхали, что даже кое, несмотря на то, что поднялась недавно волна вопросов, боже, что делать, в интерэкспресс закрыли, не буду рассказывать про регистрацию, расскажу, что такое EMS. EMS – это принудительная реклама вашего товара в листингах конкурентов, там есть три суббеклама, но один из них – это именно реклама по конкурентам. Это на листинге с правой стороны под кнопкой Add to Cart есть рекламный блок, и, возможно, еще ниже блок отвечает за нижний блок в листинге отвечает тоже EMS, помимо автомата, там есть в середине. Я еще до сих пор не знаю, кто рекламирует там товар, точнее как туда попасть. Хедлайн, это сверху. Это то второе размещение хедлайна. То второе размещение, да, ну вот я был не в курсе этого вопроса. Я сейчас тестирую рекламу именно EMS, мы отбираем пока что первый тест массовый у нас, это мы отбираем топ-30 конкурентов, или там топ-20 конкурентов, топ-30 средних конкурентов, и там 400-500, сколько душа пожелает, низкопрофильных конкурентов с плохими оценками, с плохой ценой, с плохими фотографиями. Запускаем это все на один осин, на один продукт свой собственный, ну или там клиентский, и смотрим, какие результаты дает данная рекламная компания. Пока что я предполагаю, что реклама по сильным конкурентам, где хорошие лестнинги, хорошие фотографии, может быть и цена там тоже соответственно хорошая, они будут плохо продавать, а вот именно реклама в средней частотах и низкочастотных конкурентах может оказаться очень даже прибыльной. Можно я вопрос задам, а ты из автомата брал результаты? результаты? Ну осины? Да, да, мы берем, мы берем, конечно, мы анализируем рекламу и автоматическую, которая у нас срабатывает. Идешь там в клуб в туф, берешь осины, по которым у тебя хорошо продается и продаешь, вот в чем фишка АМСа, это то, что вы в автомате видите, что у вас на тысячу осинов продает 10 осинов и продает классно, вот как у Дениса была ситуация, один осин делал половину всех продаж. Это смешно, но так и было. Ну да, да, да. И вот эти 10 осинов вы можете поставить с ценой клика, ну там, не знаю, 5 долларов, потому что вам это будет выгодно, потому что там сумасшедшая конверсия идет. Зато все остальные осины уйдут в небытие, а в автомате вы не можете регулировать ставку остальных 990 осинов, вы всего лишь 10 должны забрать оттуда. Если вы поднимете общую ставку автомата, соответственно, у вас посыпется ненужный трафик на осины, посыпется ненужный трафик на какие-то слова, которые с листинга вашего выйдет. Это один из тестов. Второй, как я уже устану немножко рассказать, это тест в нерелевантных нишах. То есть, я не знаю, давайте подумаем, что вижу перед собой. Косметичка вот лежит. Например, вы продаете там помаду, но вы... Нет, и так, вы продаете косметички. Вы ведете в категорию с помадами, выбираете там классных конкретов, которые вам нравятся, по своей собственной там стратегии, теории, логии, или как угодно, об этом можно долго рассуждать, и начинаете рекламировать в помаде свою косметичку. Это будет, в принципе, релевантный товар, но совершенно из другой категории. Так или иначе, там женщина, зашедшая за помадой, может увидеть ваш классный продукт, если он хорошо фотографирован, хорошее описание у него, и цена приемлемая, у вас есть шанс получить дополнительную продажу. И тут, в этой дополнительной продаже, кроется еще один колоссальный, я считаю, момент АМС, это то, что он вам совершает продажу. Пускай АМС работает в ноль, возможно, даже в каких-то минусах, я пока не готов судить именно финансовую часть, но, так или иначе, давая вам продажу с АМС, дополнительную, которую вы не получите, вы получаете лучше БСР, а лучше БСР, как известно, это подъем ваших органических продаж. В принципе, это главный его момент, я считаю, что органические продажи будут расти. Сереж, для твоего аккаунта, это не АМС, это Product Display называется, еще одну стратегию. Сама сказать, АМС сразу же. Amazon.com, поэтому АМС просто я знаю, что ты продаешь, и у тебя, просто ты должен это использовать, ты должен настроить перекрестную рекламу для своих всех чаев. Я настроил, нет, для всех не настраивал, у меня очень много трафика по бренду, мне, в принципе, не нужно хедлайны делать, я сделал. Нет, не хедлайны, не хедлайны, именно вот Product Display. Просто, если кто-то занимает твое место под байбоксом, то лучше их займи его и ты другим чаем, понимаешь? Самому себя, в принципе, можно занимать самому у себя эти позиции. это фишка спаленная для лайва. Да, ну я знаю, я думал об этом, просто из-за количества моих асинов я не могу это сделать. Ну просто, ну представь, я представляю, тысячи человек, мне нету смысла. Я запустил, потестировал свои собственные продукты, на одном у меня окос в среднем 25, на втором в среднем 35, продажи в месяц меня устраивают, ну и я закинул эту тему, потому что у меня основная тема сейчас это, конечно, PPC, потому что именно за счет этого я захлебаю все органические продажи и поднимаю его. Ну да, АМС это больше брендовая штука, то есть она брендовая, но она еще может помочь именно вот тем, кто на старте, кому, кто хорошо ну буст, короче, буст, буст, буст. Да, да, я думаю, что это некая часть буста можно будет использовать, но широко с этим мы выйдем, ну не раньше, чем через месяц, мы минимум месяц договорились потестировать это все после 5 минут. Да как раз я тебе говорил, у нас 2 месяца запас, 2 месяца запас, уже будет точная информация, нормальная. Я скажу так, если кто-то очень жаждет, мы пока это делаем за скромных 250 долларов в месяц, мы отвечаем только за выполнение работы, мы не можем гарантировать вам хорошие окозы, если хотите, приходите, ну стучитесь, обсудим возможность введения вашего АМСа на данный момент, но мы отвечаем только за выполнение работы, это я с вами говорю. За окозы мы вместе смотрим хорошие, плохие, уменьшаем ставку, увеличиваем ставку, там дальше я вам расскажу детальнее уже с партнером в личном общении. Это вот что касается АМС, может еще вопросы? Так она ваша АМС и площадка срепознат? Да, мы используем свою площадку АМС, мы доступа не даем, все делается в Google Doc'е, просто получится каша, если всем выдать доступ к единой площадке, ну во-первых, не сильно всем нравится раскрывать групп, во-вторых, у всех будет тогда возможность поменять соседу ставку, в общем, устроить кашу. Да не надо, конечно. мы будем выгружать всю информацию в Google Doc, уже на роли, по центрам на 80, я думаю, мы настроили эту работу, как получать деньги, верификация, выгрузка результатов вашего АМС в виде либо отчетов, либо скриншотов, как за день, мы Денису делаем скриншот, отбираем его компании по названию, делаем скриншот и он оценивает работу таким образом работу АМСа. А просто смертная тяжело АМС регистрирует? Уже не можно для остальных смертных это сделать, Amazon закрыл регистрацию для Vendor Express, на данный момент он АМС рекламный, как Саша говорит, неправильно выражаясь, назовем это в общем словом АМС, еще до года и дальше пока нет информации, оставят ли они на этом смотри, Headline-то сейчас есть и в обычной рекламе, то есть я думаю, что они просто тот же самый Product Display перенесут куда-то. Могут перенести однозначно, но пока не перенесут и Amazon очень медленно поворачивается, как мамонт. Да, но там есть разница, конечно, особенно Headline-то есть кое-какие особенности через обычную рекламу и через АМС. Ну вот, кстати, об этом тоже можем подготовиться немного больше, более глубоко разговаривать. Обязательно, иначе, ну... Не надо же о чем-то рассказать людям. Конечно. Кстати, если вдруг кого заинтересовало там по АМСу, сразу скажу, что нету статистики по Асинам по отдельности. То есть, вы сами выбираете там, не знаю, группу 30 Асинов, есть общая статистика, сколько было затрачено и продаж, но какой Асин сработал и какие там у него показатели нету, есть только общество, так, а ну-ка, они... Это так, тоже детали. Да. У меня все по АМСу. Да, ну, в принципе, Денис, что-то вопросов нет особо. Да, я думаю, в принципе, все понятно. Так, если вопрос есть, задавайте сейчас, да, и мы, в принципе, пойдем по своим делам дальше работать. ППС оказался, понял? ППС? А, никому не нужен это вообще ППС. Не нужен, так все, не надо быть. Короче, соберешься, в тренинг, покупаем. Да нормально, кстати, нормальная тема, ничего страшного в этом нет. Я лично не разорюсь, а это, как ее звать, кому надо, они все равно оценят и придут. Это вот, это проблема наша, знаешь, это вот маркетинг. Вот это вот умение, я, кстати, вот это даже инфобизнесом чуть заинтересовался, мне просто, мне самому интересно, как манипулировать вот этими людьми, товарами. То есть, вот это вот просто интересно. Одно дело, когда мы оффлайном торговали, я понимаю сейчас, смотря там на 10 лет назад, как мы это все делали, я думаю, блин, что я дурак в те времена то же самое не интересовался. То есть, мне просто это было неинтересно. И сейчас я понимаю те вещи, которые я скептически отношусь плохо, но я понимаю, что они делают многие вещи круто. То есть, если совокупить, так скажем, то, что мы хотим дать, то есть, начинку внутреннюю, вот эту составляющую, и одновременно это правильно преподнести, упаковать, там, конфетку сделать, ну, это же классно. Вот, из-за этого мы ищем, там, тех же, там, я не знаю, людей, которые помогают, то есть, объединяемся постепенно, то есть, по интересам. И, ну, и все. То есть, рано или поздно это заценят. Вот, потому что, если ты делаешь качественно и долго качественно делаешь, оно, результат есть. Это точно. Вопрос просто, можно с наименьшими геморроем это все достигнуть. Вот это вот другая проблема. Ну, вот, так что, вот так. В принципе, все. Еще раз хотел сказать, значит, по поводу мероприятий, по поводу цены, всего остального, мы, прикинем, посчитаем по затратам, сколько это будет стоить, залы привезти, ребят, все это нормально, чтобы цивильно было, не в плохих каких-то там, неудобных залах. Вот, прикинем, посчитаем по себестоимости, сколько это будет стоить. Там есть несколько ребят, которые нам сейчас уже помогают в Москве это все организовать, потому что они одна не справляются. Вот, и от этого оттолкнемся, на ближайшие дни я напишу пост, ну, и будем как бы его пытаться продвигать, может быть, там кто еще поможет, там перепосты и все остальное, приветствуется. Было бы интересно собрать предварительную статистику, вот сколько людей. Вопросы, вопросы под постом, то есть я этот пост делаю именно в виде вопросов к, то есть я вас представлю в любом случае, и, соответственно, хочу, чтобы там вопросы задали каждому. Нет, под постом это будет трэш, нужно Google форму отправить. Google форму и туда собирать. Можно тут я на вопрос отвечу? Дима спрашивает, говорит, что Маузон открыл для хедлайн API, насколько нужно добавлять статистику, но много ли людей пользуются хедлайном. Много пока не пользуются, потому что люди просто не знают, как его настраивать. Я думаю, что мы просто этим поделимся на том же Миндитапе, я поделюсь, как его правильно настраиваю. И если, если, Дима, ты добавишь этот функционал, ты будешь первым, кто это сделает. Этот самый, МЗ-Контрол же, что его как-то там добавляет. Ну, я читал по диагонали, извините, я могу... не знаю, я правильно... чтобы можно было понять, что работает, что работает. Тогда я предлагаю Диме посмотреть API, что они отдают, можно ли это анализировать в более понятном виде, чем они это дали нам на Амазоне делать. И там, Диме, мы уже потом посмотрим. у меня вопрос... Диме, они эти саштермы не отдают случайно. Вот это главный вопрос, да, кстати, по API, если бы они отдавали саштермы, было бы хорошо. Но у меня вопрос, это самое, этот хедлайн можно настроить только у кого бренд регистры, насколько я понимаю, да? Да, потому что я... Нельзя меньше трех товаров запихнуть. три товары обходятся, а вот бренд регистры нет. Ну, я да, я просто потыркал на разных аккаунтах, у меня нигде бренд регистры нет. Опять-таки, можно через там мою площадку там, можно через друзей знакомых это делать. Ну, короче... Смотри, мы это можем сейчас о Диме, просто я читаю как раз вопрос. Смотри, они по PPC отдают сёрштермы, тот тоже, а по хедлайну они в отчетах не отдают сёрштермы. Так вот вопрос, если они их включили, то есть, брод, допустим, включать в хедлайне не имеет смысла, потому что ты не видишь, почему он откручивается, ну, для меня. Да, я согласен, Саша. То есть, если они вдруг его отдают через API, то это просто бомба, потому что тогда можно хотя бы понять, где там что откручивается. Поэтому поковыряю API, будет интересно узнать. Ну, я просто этим пока не занимаюсь где-то на это время. жалко, Дима уедет у нас не поучаствовать, ну, блин, всех собрать в одном месте по PPC и программы, и... Сложно. Да, просто очень сложно подсех подстроиться, он наоборот уезжает, чуть-чуть раньше, он в мае наоборот уезжает. Ну, вот, ну, уже как бы это самое, определили сроки, но тут уже откладывать не будем, из-за этого я говорю, видео запустил, чтобы это, ну, как это, не то, что ответственность была, ну, уже как-то спланировать и вперед. То есть, уже ребята зарядить, уже зал искать, то есть, чтобы все это было нормально, цивильно. Единственная просьба для участников, кому это интересно, я думаю, должно быть огромным количеством людей, которые продают на Амазоне, интересно, ну, по крайней мере, для меня лично практически всем. Даже я супер-супер-мега не любитель PPC, то меня жизнь заставила туда влазить и с декабря месяца я там начинаю ковыряться. Ну, вот, то есть, уже там убил, сколько времени, так что вопросы, вопросы будут. То есть, да, я его использую не как основной инструмент, но в любом случае использую, даже если по деньгам посмотреть, сколько я на него трачу, то есть, это значительная, так скажем, трата моего бюджета, есть смысл его тратить более эффективно, то есть, из-за этого я не знаю, кто. И вообще, в принципе, такого мероприятия никогда не было, так что, в принципе, уникальное такое действие. Ребят, сами друг другом, наверное, сам толком, не встречались, вот, хоть там встретимся, все сразу в одном месте, так что, всем советую, по поводу, единственное, это крутая штука, как нетворкинг, и у меня два коллеги, с которыми очень хочу встретиться, да, они приедут специально на встречу, именно в Москве, сюда сложно попасть, из России, к сожалению, поэтому мы увидимся все на вашей стороне. да, 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 соберем, ну, блин, вот реально, кто с Украины на поезд сел и приехал, вообще напрямую, на самолете, да, через Минск, там, билеты на поезд и билеты авиа стоят, но ты же через Минск летишь просто, там две посадки еще, ну и что, там 40... Мне не нравится двойной полет, лучше сесть вечером, поспать спокойно в поезде и приехать к нам. Ну, кому как, да, я из этого говорю, тут кому как, просто некоторые не знают, просто реально с России доехать на Украину это жесткий геморрой, просто жесткий, а с Украины к нам приехать, в принципе, вообще без проблем. А выехать потом нормально? Что говоришь? А выехать потом нормально с Россией? Да, конечно, а какая разница, в России всем по барабану, просто вот, я не знаю, ну, хоть один там кто. Давайте не трогать эту тему. Нет, нет, я не про тему, я к тому, что въезд и выезд без проблем, а у нас вот какие-то вот сложности есть. Ну, ладно, да, тут опять же, в любом случае, что можем, мы делаем, от нас, к сожалению, ничего не зависит, вот, и лучше бы все открылось и закончилась эта херня, и мы спокойно везде ездили. Вот, так что, вот такая вот история. Вот, все это напишем, просьба, кто хочет участвовать, заранее все это делайте, потому что в любом случае будет и дешевле, и нам легче организовать правильное место, потому что последний раз, когда мы все организовывали, это большая просьба, мы просто, Аня, три или четыре раза зал меняла. Ну, это не дело просто, из-за этого бессмысленно спрашивать, как, куда, что, и зачем, но однозначно, вот, резервируйте места, потому что место будет ограничено, это 100%. Поэтому, собственно, ты за два месяца и оглашаешься. Да, потому что дело, я не знаю, это просто событие лета, есть, естественно, более крупные мероприятия, есть там различного рода другие мероприятия, но это мероприятие будет точечно, и самое крутое, вот, в этом направлении, то есть, вот, самое, 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 самое крутое по, вот этой тематике, то есть, это просто реальная информация, а не заряд энергии, там, не рассказы про бабушку, про маму, там, и так далее, про инвалидов, как, кто кому там помогал, и все остальное, то здесь именно работа, чистая работа, и нетворкинг, то есть, после этого мы еще там обобщаемся. В принципе, у меня все. Я могу и про бабушку, и про маму рассказать. Ну, да, нет, это понятно, мы можем это рассказать, да, собрать такое мероприятие, да, которое, которое именно может зарядить, там, я не знаю, то есть, на самом деле, я думаю, тут у многих будут интересные истории жизненные, как вообще жизнь складывалась, но мне лично это не очень интересно, хотелось, как это сказать, такого понятного мероприятия, то есть, я еду ради чего-то определенного, то есть, если мы написали, что мы будем вас мотивировать, то да, то да, но когда приглашает профессионалов и начинает мотивировать, как новичков, то какой смысл? Вот, вытащи всех, это там, да, ну, в принципе, это самое, в принципе, да, сворачиваемся, всем спасибо, кто приходил, видео в записи, основная масса посмотрит, так что, если что, обращайтесь ко мне или к Аня, все, всем пока, пока. Пока. Продолжение следует...